МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И консультант сектора информационной работы Министерства семьи Марина Вячеславовна Семеновна. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас каждый год прибавляется количество многодетных семей. Эта статистика растет. Кстати говоря, я даже посмотрела по регионам. Мы в лидерах, наша Тверская область по ЦФО, по количеству многодетных семей. Пожалуй, больше, по-моему, в Вологодской, если не ошибаюсь, области. А остальные от нас-то отстают, причем в разы. Да, частично это соответствует действительности. Мы такой анализ проводили где-то, наверное, с год назад. Действительно, Тверская область среди регионов ЦФО по динамике прироста многодетных семей занимает третье-четвертое место. Но это достаточно высокий показатель, мы считаем. Поэтому все усилия, все меры поддержки, принимаемые в регионе, их достаточно много, они дали свой результат. Сегодня мы как раз поговорим об этих мерах поддержки. Сколько их? Мер поддержки достаточно много. Это более, наверное, можно сказать, 50 мер поддержки и федеральных, и региональных. И из этих 50, около 30 мер поддержки, это региональные меры, принятые постановлением правительства Тверской области. Ну и практически всеми мерами пользуются многодетные семьи. У нас есть не только для многодетных, но еще, в принципе, для семей с детьми тоже меры поддержки. Есть меры поддержки для семей с детьми, для более малочисленных, скажем так, семей с детьми, но таких исключительных мер нет. Многодетные семьи ими пользуются ровно в таком же объеме, что и семьи, имеющие меньшее количество детей. А сколько у нас в Тверском регионе многодетных семей? Если я не ошибаюсь, это где-то около 15 тысяч. Около 15 тысяч, ну, на конец года это была цифра 14 902 семьи. А если мне не изменяет память, то годом ранее это было меньшее число, там было около 14 или 14,5? Да, это было порядка 14 400, то есть за год на 500 многодетных семей в Тверском регионе стало больше. Это довольно-таки серьезная динамика. Существенно, да. И, насколько я помню, может быть, конечно, это не совсем верная цифра статистики, но по количеству рожденных третьих детей и четвертых детей мы тоже в лидерах. Ну, да, все, естественно, многодетная семья в Тверском регионе – это семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей. И поскольку количество этих семей растет только за счет рождений третьих, в основном третьих 80% – это третье рождение, ну и чуть меньше там четвертые, пятые, но они есть, и их немало. Одна из мер поддержки, я думаю, что многие, кто рожали не так давно, да, семьи, где появились детки, получали такой подарок. Всем рожденным в Тверской области полагается так называемая подарочная коробка с ценным содержимым. На самом деле, эту коробку обсуждают не только у нас в Верхнемоложье, но и далеко за пределами. В социальных сетях мамочки из других городов, вот, в пример даже ставят нашу коробку, и можно сказать, что в чем-то мы даже лучше, и в Московской области. Вот, по количеству предметов, а главное, по тому, как они подобраны. Марина Вячеславовна, скажите подробнее, вот, о подарочной коробке, кому ее дарят, где ее можно получить, сколько уже получили ее? Данная мера поддержки в Тверской области введена с октября 2019 года. Введена она по инициативе нашего губернатора Игоря Михайловича Рудени в рамках национального проекта «Демография». С этого времени уже было выдано более 39 330 подарочных наборов. Сейчас этот подарочный набор состоит из 70 предметов, всего 60 наименований. Это один из самых больших, действительно, подарочных наборов для новорожденных в Центральном федеральном округе. Он составлялся с учетом мнения граждан. Вопросы проводились как в социальных сетях, так и проводились непосредственно беседы с представителями родительского сообщества. Мамочки, конечно, свои пожелания высказывали, все они были учтены. Не раз эта мера поддержки совершенствовалась. Подарочный набор укомплектовывался все новыми и новыми предметами. Так вот, например, на 10 предметов стало больше в 2022 году. Среди нововведений, например, добавился пеленальный коврик, постельные принадлежности, термосумка. Все очень такие важные предметы. Все, что нам посоветовали как раз молодые мамочки, которым действительно эти предметы были необходимы, все это было учтено. Подарок был дополнен. Было еще очень хорошее такое пожелание. Это детская книжка. И, конечно, ее мы тоже с удовольствием исполнили. Это пожелание у нас появилась. У нас появилась замечательная книга, цветная, красивая, наполненная пейзажами, узнаваемыми тверскими, детскими рисунками. И в ней стихи, стихи, как известных российских поэтов, таких как, например, Агния Барто, стихи тверских поэтов, Гайда Лаксдень, например. Также туда, в этот сборник, вошли стихи, которые написали сами наши тверские жители. Был проведен для этого специальный конкурс. Лучшие были отобраны в этот сборник. Вошли также детские потешки, колыбельная. Действительно очень интересная книга получилась. И вот она стала 70-м предметом, который у нас уже с 2023 года вошел в состав подарочного набора. Подарочный набор выдается всем тем, кто рожает ребенка и регистрирует его на территории Тверской области. Это самое важное условие регистрации в Тверской области. Что еще? Выдаваться этот набор выдается либо при регистрации в органах ЗАГС Тверской области. То есть, это же торжественное выдачное подарок. Торжественное. Либо в МФЦ, также при регистрации ребенка. Если родители по каким-либо причинам не получили этот подарочный набор при регистрации в органах ЗАГС или при регистрации своего ребенка на территории Тверской области в МФЦ. Ну, кстати, да, можно же еще и в родильном доме получить, если там регистрируются органами ЗАГС. Сотрудник на удаленной работе. Да, там тоже можно получить коробку подарочную. И если в данных местах коробка не получена, тогда можно обратиться в отделение по работе с семьей и детьми семейных центров Тверской области. И уже можно до исполнения ребенку трех месяцев получить подарочный набор именно там. Вот такие у нас условия для получения подарочного набора. Ну, на самом деле, мы тоже, наша съемочная группа неоднократно, так сказать, проводила распаковку такой коробки. И там были и вещи. И нужно отметить, что некоторые произведены в Тверской области. В Тверской области большинство было производится. Порядка 47 предметов это тверские производители. Это и вышневолодские, и ржевские, и тверские. Да, действительно, это так. Там и все подобрано именно по возрасту, то есть на такой-то размер, на такой-то. Да, все старались пастельных таких тонов, не броских, не ярких, не марких. Все очень красиво, очень нарядно. И сколько бы мамочек мы не спрашивали, сколько бы интервью мы в интервью не интересовались. И не было ни одного просто какого-то вот замечания. Все очень были в восторге, что это своего рода такая вот подспорья хорошая, особенно на начальном этапе. А если вот говорить о стоимости этой коробки, такой щекотливый немножко вопрос, но тем не менее у всех волнует. Стоимость коробки в этом году, конечно, она будет увеличиваться с учетом увеличения стоимости самих предметов. Но вот сейчас это порядка 16 800 рублей. И сейчас еще один вопрос, касающийся семьи с детьми, это социальные выплаты. Вот расскажите поподробнее, что это за мера поддержки, на кого рассчитано? Да, действительно, на территории региона с 2019 года осуществляется такая высоко востребованная, я бы даже назвала, мера поддержки, предоставляемая в виде социальной выплаты на погашение ипотечного кредита и процентов по ипотеке при рождении детей. Эта мера поддержки предоставляется на определенных условиях семьям, в которых родился ребенок или дети родились после 1 января 2020 года. И жилье приобретено после 1 января 2020 года. И на этот момент, на момент рождения ребенка, семья имеет заключенный договор ипотечного кредитования, имеет определенные обязательства перед кредитной организацией. Семья на этот момент, супруги состоят в официальном зарегистрированном браке, но если это полная семья, если не полная, значит не полная. То есть, вот основные такие условия, то есть рождение ребенка после 1 января 2020 года, при наличии договора ипотеки и супруги в зарегистрированном браке. Есть и другие обязательные условия, при которых предоставляется эта мера поддержки. Прежде всего, это возрастные ограничения. Хотелось бы отметить, что есть такое ограничение. Возраст одного из супругов должен быть не более 35 лет включительно. Возрастные ограничения отсутствуют только лишь для многодетных семей. Еще раз повторюсь, это для семей, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей. Одним из условий является также период проживания на территории Тверской области. Для большинства семей это не менее проживание родителей, проживание супругов в регионе не менее 15 лет каждым из родителей, каждым из супругов. Есть исключения из этого общего правила, есть льготный период проживания. Не предоставляется это исключением, вернее, воспользоваться им могут совсем молодые семьи, в которых возраст как минимум одного из родителей не более 25 лет. Вот таким семьям, таким родителям достаточно периода проживания в регионе не более 5 лет. А если при этом еще родители являются, вот такие молодые родители являются студентами дневных отделений, учебных организаций, среднепрофессиональных и высших учебных заведений, то достаточно проживания на территории региона не более 6 месяцев. Такой же период проживания не более 6 месяцев является условием для того, чтобы претендовать на получение этой меры поддержки, ординаторов и аспирантов в возрасте до 28 лет. То есть регион заинтересован в том, чтобы молодые люди, приехавшие сюда, может быть, к нам в область, с целью получить образование, создают здесь семьи, приобретают жилье, планируют дальше жить и трудиться в Трешском регионе. Правительство заинтересовано в поддержке таких семей. Обязательным условием, также вот хотелось бы на это обязательно обратить внимание, это регистрация факта рождения ребенка в органах ЗАГС или МФЦ в Тверской области. К сожалению, у нас вот особенно семьи, проживающие в муниципальных образованиях, граничащих с другими субъектами, иногда случается так, что ребеночек рождается в другом городе, в другом субъекте, но если семья рассчитывает на получение этой меры поддержки, необходимо зарегистрировать факт рождения именно в Тверской области, то есть по возвращении из родильного дома к себе домой, на родину. Это все законодательство позволяет сделать. Что еще, на что еще хотелось бы обратить внимание, это жилое помещение, квартир, как правило, квартира, приобретенная с использованием вот этой нашей социальной выплаты, не должна быть продана, либо каким-то другим образом отчуждено право собственности в течение трех лет с момента ее приобретения. Поэтому, вот еще раз обращаю внимание семей, если жилье приобретается, может быть, как какой-то стартовый капитал, для того, чтобы вот сейчас я возьму однушку, а потом мы что-то ее продадим, улучшим, что-то еще с ней сделаем, возможно, и улучшите, но в этом случае социальную выплату на ипотеку полученную придется вернуть в доход оплосного бюджета. А спустя три года? А спустя три года, да, можно уже с этой квартирой, с этим жильем производить любые действия. То есть расширять можно за три года? Расширять можно, продавать можно, переезжать можно из региона, но в течение трех лет вот это надо хорошо подумать. Возможно, иногда и не спешить за получением этой мероподдержки, если еще планирует семья дальше улучшение жилищных условий. Конечно, лучше подождать и воспользоваться чуть позже. А каков размер этой социальной выплаты? Размер социальной выплаты, значит, при рождении первого ребенка предоставляет социальная выплата в размере 200 тысяч рублей, второго ребенка это 300 тысяч рублей, и при рождении третьего и последующих детей это 500 тысяч рублей. То есть тоже вполне себе неплохое подспорье? Вполне себе неплохое, тем более, что обратиться за этой социальной выплатой можно несколько раз. Если в семье еще появляется ребенок, рождается еще один ребенок, можно повторно обратиться за получением этой выплаты. Еще у нас же есть региональный материнский капитал, вот расскажите поподробнее о нем. Кто может на него рассчитывать, для кого он? Да, региональный материнский капитал, эта мера поддержки действует уже на протяжении более 10 лет. Он выплачивается в Тверском регионе с 2012 года. Предоставляется эта мера поддержки при рождении в семье третьего, либо последующего ребенка, если ранее семья не воспользовалась этой мерой поддержки. Все-таки на сегодняшний день региональный материнский капитал предоставляется один раз. Это единоразовая мера поддержки. В нашей области предоставление этой меры совершенно не зависит от доходов семьи, от нуждаемости семьи, в отличие от многих других регионов, где такие условия есть. Но обязательным условием получения материнского капитала на сегодня является также регистрация факта рождения ребенка в органах ЗАГС или в МФЦ Тверской области. Ну, вот уже говорила более подробно. Это одно из условий. Ну и, естественно, ребенок, родители не должны быть лишены родительских прав, ребенок не оставлен в медицинском учреждении. Ну и так далее. Вот такие вот обязательные условия. Размер материнского капитала у нас ежегодно индексируется, традиционно с началом нового календарного года. В этом году размер также был проиндексирован на 7,4%, он был увеличен. И на сегодняшний день его размер составляет 82 737 рублей. На что его можно потратить? Да. Ну, здесь тоже достаточно уже стабильно все сложилось законодательство. Направление расходования материнского капитала прежде всего на улучшение жилищных условий. То есть его можно потратить как на уплату первоначального взноса по ипотеке, на погашение основного долга по ипотеке, процентов по ипотеке. Потратить эти средства можно также на строительство и на ремонт коммуникаций. При необходимости это и водопровод, и газопровод, и электрические сети и так далее. Что еще можно? Можно потратить материнский капитал на приобретение мягкой корпусной мебели, на приобретение технически сложных крупных товаров бытового назначения. Потратить можно на приобретение автомобильного транспорта, автомобиля. Но при условии приобретения автотранспортного средства в специализированных организациях или у индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют свою предпринимательскую деятельность в сфере розничной продажи автотранспортных средств. То есть, когда в автосалоне? В автосалоне. Ну, и не совсем может быть востребовано, но тем не менее для кого как. Как на приобретение сельскохозяйственных животных. Эта мера может быть в чуть меньшем объеме, но тем не менее используется такое направление расходования. С прошлого года, с 2023-го, добавилось новое направление расходования средств маткапитала на обучение ребенка, обучающегося в среднепрофессиональных или высших учебных заведениях на платной основе. Вот это, пожалуй, единственное новшество, но оно тоже уже востребовано, и у нас такие получатели есть. Это мера поддержки, еще раз напомню, касается семьи, где три и более ребенка. Три и более ребенка, да, но получить можно один раз, либо на третьего, на четвертого, если раньше не получали. Да, три и более ребенка. Причем при предоставлении этой меры поддержки даже не столь важен статус многодетной семьи. Даже если в семье двое взрослых детей, совершеннолетней, но мамочка решилась и родила третьего ребеночка, она вполне может претендовать на региональный материнский капитал. Воспользоваться этой мерой поддержки, я добавлю, да, возможно, только по достижению ребенка одного года. Еще одна популярная мера поддержки, но это больше касается многодетных, опять же, семей, это покупка семейного автомобиля. Вот есть уже какие-то данные о реализации этой программы авторской области, насколько я помню, это также было по инициативе нашего губернатора. Да, мера поддержки, такая как обеспечение автотранспортом многодетных семей, она также действует в регионе с 2019 года. За этот период, вот по 2023 год, включительно, 160 многодетных семей приобрели уже автомобили, приобрели автотранспорт и успешно им пользуются. Какие условия получения этой меры поддержки? Это наличие в семье не менее пяти несовершеннолетних детей, либо, возможно, старшие дети могут быть более старшего возраста, при условии их обучения по дневной форме обучения в среднеспециальных или высших учебных заведениях, расположенных на территории Тверской области. И обязательным условием является рождение пятого ребенка, либо последующих любых других детей после 1 января 2019 года. Ну, естественно, семья должна, родители должны быть гражданами Российской Федерации, проживать на территории Тверской области не менее пяти лет, что тоже важно. И требования к автомобилю тоже же есть определенные. Есть, конечно, требования к автомобилю. Можно приобрести с использованием сертификата автомобиль производства Российской Федерации, не состоящий ранее на государственном учете. То есть это обязательно новый автомобиль. Количество посадочных мест в автомобиле не менее шести. Ну, с водителем это должен быть семиместный автомобиль. Ну, естественно, это может быть автобус, микроавтобус, минивэн, либо легковой автомобиль с типом кузова универсал. Вот такие требования к автомобилю. Обязательно надо сказать про номинал, поскольку экономическая ситуация с 2019 года поменялась. И если до сентября прошлого года номинал сертификата составлял 1 миллион рублей, то с 1 сентября 2023 прошлого года решением губернатора Тверской области номинал сертификата был повышен до 1,5 миллионов рублей. Ну, по-моему, это существенно. Ну, хотелось бы мне в связи с этим отметить тоже, опять же, не то чтобы отметить, а обратить внимание тех семей, которые приобрели автомобиль с использованием сертификата. Опять то же самое, несущественный, ограничительный период в течение трёх лет этот автомобиль должен оставаться в собственности семьи. Если же семья продала автомобиль или ещё каким-то образом право собственности на автомобиль утратила, то семье придётся тоже возрастить денежные средства в размере номинала сертификата, придётся вернуть их в областной бюджет. И ещё одна тоже существенная мера поддержки, которая, мне кажется, актуальна будет в сентябре месяце, точнее, в августе, это предоставление школьной формы. Да, но эта мера поддержки, она такая вот очень всеобъемлющая. У нас, по-моему, более 29 тысяч, если не ошибаюсь, в прошлом, да, уже теперь в 2023 году школьную форму получили. Очень многие многодетные семьи ей пользуются. Ну, здесь особых изменений никаких нет. Единственное, хотелось бы обратиться к семьям, время идёт очень быстро. Самое главное, это где-то ближе к концу учебного года, пожалуй, даже в апреле месяце, семья сама должна понять и проконтролировать, и, может быть, убедиться в том, что её дети попали в реестр, в тот реестр детей, по которым пойдёт заявка на изготовление школьной формы. Все сведения в реестр собираются в школе классным руководителям, либо каким-то другим ответственным лицом, которое назначено, там, определено директором школы. Ну, родителям огромная просьба позаботиться о том, чтобы ваши дети в этот реестр были включены. Ну, и тогда сбоев не должно быть никаких. К 1 сентября детки пойдут нарядные в новой школьной форме. — Напомню также, что форму выдаёт непосредственно самоучебное учреждение. Она вступает туда, и уже там непосредственно семья может идти, забрать, посмотреть, всё ли подходит. И в случае, если вдруг так получилось, что с размером или с цветом промахнулись, такое тоже бывает, можно обменять. — Да, здесь никаких проблем нет. Достаточно там в течение двухнедельно писать заявление, вернуть коробку со школьной формой, обязательно указать, какие параметры не совпадают, что нужно взамен того, что пришло, и эта замена будет произведена. — Мы вот сегодня обсудили, да, у нас программа подходит к самозавершению, мы сегодня обсудили меры поддержки, и можно сказать, что, да, не каждый регион может таким количеством похвастаться. И та же школьная форма, насколько я знаю, она уже, опираясь на наш опыт, даже другие регионы начали запускать такую же меру поддержки. А у нас она, если я не ошибаюсь, то ли с 20-го, то ли с 21-го года работает. Вот сейчас точно не вспомню. — С 2020-го. — С 2020-го. — Да, ну за этот период эта мера была существенно расширена, если помните. — Категории, ну, в этой комбуре были. — Категории получателей, да, если в 20-м году, когда эта мера начиналась, это были детки только с 1-го по 5-й класс. На сегодняшний день все дети с 1-го по 11-й класса обеспечиваются школьной формой. Дети из многодетных семей, оговорюсь. Ну и к этой категории добавились также семьи, в которых трое деток, в том числе опекунские дети, воспитываются их тоже, обеспечиваются школьной формой. — А школьная форма полностью соответствует тому стандарту, который, допустим, в том или ином учебном заведении ничем абсолютно не отличается? — Ничем не отличается. Более того, она соответствует всем ГОСТам, всем требованиям, предъявляемых к одежде для детей. Они достаточно высокие, поверьте, это натуральные ткани, высокий состав их. И это все выдерживается и строго контролируется. — На самом деле это тоже довольно-таки серьезное подспорье, когда тебе троих детей нужно собрать в школу, а комплект стоит тоже существенно для семьи, особенно для многодетной. И, наверное, можно сказать, что все мироподдержки дали вот такой вот результат, что мы рвемся уже в лидерство по ЦФО, учитывая нашу статистику. — Тем более, что это далеко не все меры, у нас их гораздо больше. — Ну, мы самые основные обсудили, самые популярные, которые постоянно у нас на слуху. Это была программа «Тема дня». Напомню, что сегодня мы обсуждали тему семьи, а также поддержку семей с детьми, многодетных семей в том числе. В гостях у нас были начальник отдела стратегии развития демографической политики Министерства демографической семейной политики Тверской области Елена Тимофеева и консультация сектора информационной работы Министерства семьи Марина Вячеславовна Семеновна. Спасибо большое на все актуальные вопросы. Мы ответили. Меня зовут Валерия Фомина, я с вами не прощаюсь. Всего доброго.